Здравствуйте, меня зовут Наталья Седлецкая, и вы смотрите программу журналистских расследований «Схемы». Это совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮАПерши». 200 миллионов долларов. Для сравнения, это годовой бюджет города Николаев, или почти двухлетний бюджет на стипендии студентам и аспирантам. Именно такую сумму ежегодно Украина до сих пор вынуждена платить России, пополняя бюджет государства, которое сама признает агрессором. За услуги по хранению отработавшего ядерного топлива с украинских атомных станций. Почему вынуждена? Потому что своего хранилища, которое бы вмещало отработавшее топливо со всех станций, в Украине нет. Идея построить его, чтобы в таком стратегическом вопросе не зависеть от РФ, родом еще из начала 2000-х. Казалось бы, последние шесть лет были все предпосылки для того, чтобы ускориться. Но прямо сейчас на наших глазах разворачивается очередной срыв своевременной сдачи объекта в эксплуатацию. Сейчас главная причина банальна – деньги. Вокруг освоения большого государственного подряда бушуют теневые договоренности. И, похоже, коррупционный сговор между государством-заказчиком и частным исполнителем. По крайней мере, так говорится в материалах официального следствия. Какова цена независимости Украины от России в атомной отрасли? Расследование Александра Черновалова. Расследование Александра Черновалова. Принято решение о выделении нам постоянной пользования земельного участка для строительства расположения централизованного хранилища. Мы начали руками Энергоатома строительство централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива для отечественных атомных электростанций. Этот проект является стратегическим активом для Украины. Этот актив, это хранилище поможет Украине снизить свою зависимость от России, а также сэкономить миллионы долларов. Это большой праздник, я считаю, не только для атомщиков, но и для всего нашего государства. Большой праздник, который обещали еще при президенте Порошенко, похоже, имеет все шансы не состояться и при правлении Владимира Зеленского. Большая стройка такого важного для Украины централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива началась еще в 2017 году. Но сейчас работы приостановлены, и когда начнутся, неизвестно. Эти работы на сегодня не ведутся. Как так получилось? Почему этот объект, имеющий стратегическое значение для государства, не построен до сих пор? Схемы не только смогли убедиться в этом. Вот так сегодня выглядит уже сданная в эксплуатацию железная дорога. Но и выяснить неизвестные ранее детали возможного коррупционного сговора во время строительства. Чтобы, наконец, получить ответ на вопрос. Что же мешает сделать шаг к атомной независимости Украины от России? В Украине работают 4 атомные станции. Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая. Которые производят половину электроэнергии в стране. Только у одной, Запорожской, есть хранилище, где она хранит свое отработавшее ядерное топливо. Остальные три вынуждены отправлять его в Россию на временное хранение. Ежегодно, по данным Энергоатома, государственного оператора украинских АЭС, Украина платит России за это 150-200 миллионов долларов США. Этих денег хватило бы, например, чтобы два года платить стипендии украинским студентам и аспирантам. Такая ситуация ставит под угрозу существование украинской атомной энергетики. Поскольку в любой момент отказ России принять отработавшее ядерное топливо из Украины на временное его хранение может привести к остановке трех из четырех украинских АЭС. Были случаи, когда Российская Федерация приняла, например, закон о том, что нельзя ввозить радиоактивные отходы на территорию Российской Федерации. И это подстегнуло Запорожскую станцию, как самую крупную, шесть энергоблоков, построить сухое хранилище отработавшего топлива. А что делать с тремя другими станциями? В начале 2000-х Украина решила построить собственное централизованное хранилище. И этот путь к атомной независимости Украины от России продолжается уже 18 лет. Еще в 2002 году Украина приняла концепцию создания централизованного хранилища по хранению отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС. В 2003 году был объявлен международный тендер по отбору технологий и услуг, победителем которого в 2004 году стала американская компания «Холтек Интернешнл». В 2005 году «Энергатом» подписал контракт с ней. Лишь через 7 лет в 2012 году Украина приняла закон, который разрешает строительство централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. И только в 2014 году, после революции достоинства, «Энергатом» возобновил работу с «Холтек Интернешнл». В 2017 году «Энергатом» начал строительство централизованного хранилища. Но его ввод в эксплуатацию постоянно переносится. Этот проект испытывал большое сопротивление со стороны пророссийского лобби в Украине и, естественно, со стороны Российской Федерации. Если бы он был построен в 2005 году, в 2006 году, то Украина сэкономила 2 миллиарда долларов. Потому что 150-200 миллионов долларов мы платили Российской Федерации, которая просто хранит. Локомотивом реализации проекта строительства такого хранилища был Юрий Недошковский, который возглавил «Энергатом» после революции достоинства в 2014 году. Ежегодно очень большие средства за эти услуги в Российскую Федерацию. Это примерно 150-200 миллионов долларов ежегодно. Сооружение же централизированного хранилища для отработавшего ядерного топлива позволит эти средства нам экономить. В 2017 году «Энергатом» провел тендер по отбору генподрядчика строительства такого хранилища. Ожидаемая стоимость проекта – около миллиарда гривен. Принять участие в строительстве изъявили желание три компании – «Укрбудмонтаж», «Укрэнергомонтаж» и «Корпорация Укртрансбуд». Победил «Укрбудмонтаж», который обязался построить хранилище на 10 миллионов дешевле ожидаемой стоимости. В то время единственной владелицей компании-победителя была Наталья Макытась, супруга народного депутата Украины 8-го созыва Максима Макытасья, бывшего президента крупной строительной компании корпорации «Укрбуд». Макытась – известный столичный застройщик, экс-руководитель корпорации «Укрбуд». Самый скандальный проект «Укрбуда» – жилой комплекс «Солнечная ривьера» на левом берегу Киева. За два года после старта строительства централизованного хранилища сумма выросла на 50%, или более чем на 460 миллионов гривен, до 1 миллиарда 400 миллионов гривен. Но средств для завершения строительства все равно не хватило. Вот как нам это объяснил директор фирмы «Укрбудмонтаж», «Укрбудмонтаж», который энергоатом доверил строить хранилище. На сегодняшний момент до сих пор еще выпускается рабочая документация. На то время не было даже рабочей документации по системе физзащиты, по системе радиационного контроля, как она догоняет процесс строительства. И когда эта документация вышла, появилась необходимость где-то что-то достроить, где-то прокинуть дополнительные кабеля, которых у нас в договоре нет. Соответственно, за свои средства мы не можем их покупать. Поэтому появилась необходимость это все дозакупить. После смены власти в Украине в 2019 году сменилось и руководство энергоатома. В 2020 году госкомпанию возглавил Петр Котин, ранее руководивший Запорожской АЭС. Единственной украинской атомной электростанции, у которой есть собственное хранилище отработавшего ядерного топлива. Новое руководство устанавливает очередной дедлайн. Работы по строительству хранилища, утверждают в энергоатоме, будут завершены до конца сентября этого года. В начале этого года был объявлен новый тендер на работы по завершению строительства. На этот раз на 650 миллионов гривен. На что пойдут эти деньги, поясняет генподрядчик строительства. Здания и сооружения, они готовы на 99%. Сами здания и сооружения остались как бы выполнить внутренние работы по электрике, связи, системе физзащиты, системе радиационного контроля. И эти работы на сегодня не ведутся, потому что они вышли за рамки нашего договора и находятся в открытых торгах. Но эти открытые торги так и не состоялись. Антимонопольный комитет выявил сговор. Уже не в первый раз нарушителем конкурентного законодательства является компания с орбиты корпорации Укрбуд, Укрбудмонтаж. Другим участником заговора является Укрэнергомонтаж. Так, вместо честной конкуренции на торгах имел место сговор между двумя компаниями, которые позиционировали себя как самостоятельные и независимые игроки. Такие действия являются нарушением закона о защите экономической конкуренции. Стандартный набор доказательств картельного сговора – это подача тендерного предложения обеими компаниями с одного IP-адреса. Это управление банковскими счетами с одного IP-адреса. Это подача налоговой отчетности с одного IP-адреса, нахождение по одному адресу фактическому. Местонахождение – это финпомощь одной компании другой. Это общие сотрудники, сходство документов и так далее. То есть это набор доказательств из 11-12 пунктов, что не может быть совпадением. Аргументы представителей этих компаний были следующие, что все это – такое странное стечение обстоятельств. Компания штрафовали и запретили участвовать в гостендерах в течение трех лет. Фирме «Укрбудмонтаж» заявили, что будут обжаловать это решение. Фактически это вновь отложило реализацию проекта на неопределенный срок. До июня месяца на площадке работало порядка 120 человек. А сегодня сейчас в основном находятся инженерно-технические персоналии. Схемы отправились в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы посмотреть, как проходит строительство централизованного хранилища и на что уже были потрачены почти полтора миллиарда гривен средств государственного энергоатома. Вот так сегодня выглядит уже сданная в эксплуатацию железная дорога, по которой планируют ввести отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС. Ненамного лучше ситуация по нашим наблюдениям и на строительной площадке. Так выглядит объект, который уже обошелся государственной компанией в почти полтора миллиарда гривен. Хотя представители фирмы «Укрбодмонтаж», которые по заказу энергоатома строят хранилище, уверяют, что строительно-монтажные работы почти завершены. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 90%. Пусковые работы начинались по некоторым видам оборудования, но в основном это ноль. Не превратится ли этот проект в новый украинский долгострой? Ежегодно Украина платит России сотни миллионов долларов за хранение отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС. Решить этот вопрос позволит строительство этого централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. Но, как видим, сегодня строительство приостановлено, и когда начнется, неизвестно. Это хранилище однозначно нужно украинской энергетической системе и непосредственно компании «Энергоатом». Потому что, во-первых, оно усиливает украинскую энергонезависимость. Это первая история. А вторая позволяет сэкономить значительную часть средств. Соответственно, после того, как будет завершено строительство хранилища, эти средства будут оставаться в Украине. Параллельно новое руководство «Энергоатома» решило проанализировать, насколько прозрачно и эффективно были потрачены уже выделенные на проект деньги. Сроки несколько сместились, в том числе из-за определенных внутренних процессов. Например, сейчас длится аудит, непосредственно хода выполнения работ. Поэтому пока что рабочие сроки завершения всех строительно-монтажных работ – это декабрь 2020 года. Позже выяснилось – внутренняя проверка «Энергоатома» нашла многочисленные нарушения. Комиссия госкомпании проанализировала и проверила договоры и дополнительные соглашения с фирмой «Укрбудмонтаж» семьи Максима Макатася на общую сумму около 1,5 млрд грн. Акт такой проверки, который есть в распоряжении редакции, показал, что по отдельным договорам оплата составила более 100% от контракта. При этом по факту работы не были выполнены в полном объеме. В частности, речь идет о здании приема отработавшего ядерного топлива административном корпусе и прилегающей территории. Более того, комиссия не обнаружила на площадке временный бетонный завод, за который было заплачено. За строительство централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива со стороны «Энергоатома» отвечает обособленное подразделение – «Атомпроект Инжиниринг». И именно к нему у комиссии вопросы по освоению средств госкомпании. Согласно проведенной проверке, комиссия отмечает, что заказчик в лице обособленного подразделения «Атомпроект Инжиниринг» выполнял свою деятельность с нарушением требований нормативно-технической документации. Поэтому правомерность освоения средств за указанный период остается под вопросом. Помимо того, в связи с многочисленными нарушениями требований научно-технической документации в сфере строительства и условий договоров считать уровень проведения технического надзора низким. Таковы общие выводы по результатам работы комиссии «Энергоатома». В начале сентября «Энергоатом» сообщил, что выявленные в ходе аудита нарушения содержат признаки уголовных и административных правонарушений и уже переданы в Национальное антикоррупционное бюро для изучения. Куда и на что могли быть потрачены средства? Киев – жилой комплекс «Верховина». Застройщик «Укрбуддевелопмент» с орбиты экс-нардепа и бизнесмена Максима Макатася. Здесь, согласно реестру прав на недвижимое имущество, собственницей квартиры на основании договора 2017 года об участии в фонде финансирования строительства является Наталья Орлова, жена заместителя гендиректора обособленного подразделения «Энергоатома» Игоря Орлова. Игорь Орлов – директор по вопросам новых ядерных установок «Атомпроекта инжиниринга». Это обособленное подразделение в составе «Энергоатома» является непосредственным заказчиком строительства централизованного хранилища. И, как оказалось, семья Орлова с момента подписания договора этого строительства обзавелась столичной недвижимостью. В распоряжении схем оказалось закрытое постановление Высшего антикоррупционного суда, в котором изложены установленные детективами НАБУ обстоятельства. По данным официального следствия, этот высокопоставленный чиновник «Энергоатома» вероятно был лично заинтересован в том, чтобы строительство в Чернобыльской зоне отчуждения проводила именно фирма с орбиты Максимом и Кытося. Следствие установило, что Игорь Орлов получил неправомерную выгоду для себя и третьих лиц от бывшего народного депутата за совершение в интересах подконтрольной ему фирмы «Укрбудмонтаж» действий, направленных на заключение и исполнение договора по строительству централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. Помимо этого выяснилось, что Игорь Орлов работал помощником Максимом и Кытося на общественных началах, когда тот был депутатом. В какую сумму, по версии следствия, обошлись экс-нардепы услуги топ-менеджера «Энергоатома»? По данным досудебного расследования, Игорь Орлов в 2018 году получил от Максима и Кытося 5 миллионов гривен и 3 квартиры в Киеве. В частности, от подконтрольной Мыктысю финансовой компании «Житлокапитал» Игорь Орлов, его супруга Наталья и мать Александра с 2017 по 2019 годы получили имущественные права на объекты незавершенного строительства, на квартиры в ЖК «Солнечная ривьера» и ЖК «Верховына». Пытаясь скрыть происхождение 3 миллионов гривен, по версии следствия, Орлов оформил их как подарок от отца. Мы обратились в Национальное антикоррупционное бюро. Действительно ли детективы НАБУ расследуют возможные злоупотребления при строительстве хранилища? В НАБУ подтвердили такой факт. Однако от более подробных комментариев по делу отказались. Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров антикоррупционной прокуратуры расследуют возможные злоупотребления при строительстве централизованного хранилища, отработавшего ядерного топлива и транспортного сообщения к нему. Сейчас речь идет об изучении закупки оборудования, которое закупалось, собственно, на протяжении 17-19 годов. которое могло быть приобретено по незаконно завышенным в полтора-два раза ценам. Пока что подозреваемых по этому делу говорить еще рано, так как следствие началось не так давно. И пока что это вся информация, которую мы можем сообщить с учетом интересов следствия. Изложены в постановлении суда подробности материалов дела, хотя и частично удалось подтвердить в других источниках. Вот, например, документ о праве собственности супруги топ-менеджера «Энергоатома» на квартиру в доме, построенном фирмой «Мэкэтася». А вот декларация Орлова. Действительно, указан подарок от отца в сумме более 3 миллионов гривен. А где сейчас сам топ-менеджер одного из подразделений «Энергоатома» Игорь Орлов, который, как считают детективы НАБУ, мог действовать в интересах фирмы семьи Максима Мэкэтася и за это получить неправомерную выгоду от бывшего депутата? Он продолжает работать в госкомпании на высокой должности. Игорь Орлов согласился на комментарий. В основном я отвечаю за техническую часть новых объектов. Один из объектов – это строительство централизированного хранилища, отработавшего ядерного топлива. По данным «Энергоатома», была проведена внеплановая проверка строительства хранилища. Были обнаружены многочисленные нарушения. Как вы можете это прокомментировать? Очень негативно. Потому что внеплановая проверка проводилась, так скажем, в кавычках специалистами, которые проводили обследование там, скажем. Мы не видим и не подтвердилась та информация, которую они предоставляли в плане того, что какие-то там были выявлены нарушения. Интересуемся, встречался ли с Максимом Мэкэтасям до или после того, как генподрядчиком строительства стала фирма его супруги – Укрбудмонтаж. Я не часто встречался. Это никак не сказывается о том, что у меня китайцы или дружина являлись собственником. Я его, да, я его знал, я не скрываю об этом. Но говорить о том, что я как-то там работал или не работал, или каким-то образом меня привязывает к Мэкэтасяму, если некорректно, я имею право общаться, мне никто не запрещал с любым человеком. Вот не только с Мэкэтасям. Обсуждали ли вы с господином Мэкэтасям участие приближенных к нему фирм в проекте строительства? Нет, мы сразу говорили с ним о том, что по этому объекту я ему не даю никаких консультаций, чтобы потом не было привязки. А после того, как его фирма стала победителем этого тендера, вы встречались с ним? Ну, я виделся с ним, но мы не говорили конкретно по этому проекту. То есть были вопросы совершенно другие, другого плана. А как можно объяснить, что в год победы фирмы «Укрбудмонтаж» на тендере у семьи Орлова появились квартиры, построенных Мэкэтасям, ЖК «Солнечная ривьера» и «Верховына»? Например, первый объект недвижимости, который я приобрел, он был еще задолго до того, как, по вашему утверждению, фирма отримала контракт, допустим. Я в любом случае, вы можете посмотреть мою декларацию, мои финансовые возможности позволяли мне купить недвижимость. Да, первый объект я купил в 2017 году. Являетесь ли вы владельцем квартиры в ЖК «Солнечная ривьера» и «Верховына»? Я лично нет. Ваша семья? Семья, да. Да, действительно, я подтверждаю это. Это случайно, правильно я понимаю, что в 2017 году господин Мэкэтася, его фирма победила в тендере, и именно в 2017 году вы приобрели квартиры в ЖК «Солнечная ривьера» и «Верховына»? Еще раз, я руководствовался приобретением, руководствовался лишь админ, чтобы не влететь в долгострое, в которое можно было вложиться, и в конечном итоге ничего не имеет. По версии следствия, квартиры и наличные – это, вероятно, вознаграждение Орлова от Мэкэтася за полученный государственный заказ. Как вы можете это прокомментировать? Полная чушь! А откуда у вас деньги на приобретение квартир в ЖК «Солнечная ривьера» и «Верховына»? Исходя из вашей декларации, вы получили от своего отца более 3 миллионов гривен. Давайте мы, вот эти вот вещи, я не должен сейчас оправдываться перед кем-либо. Я все отразил, все, что касается меня, все отразил в декларации. Там все прослеживается, где, когда, какие деньги у меня были, позволяли ли мне это купить. По данным следствия, вы даже не вносили деньги за приобретение этих квартир. Еще раз, давайте, я же говорю, эти моменты мы опустим для следственных органов, которые посмотрят, разберутся во всем, в насиле, а не в насиле. Максим Мэкэта сейчас в СИЗО. Ему инкриминируют махинации с жильем Национальной гвардии на более чем 80 миллионов гривен. Он обвинение отрицает. Через адвоката Максима Мэкэтася мы передали просьбу о комментарии экс-депутата. Ответ на момент выхода эфира не получили. 5 миллионов гривен и 3 квартиры. Неужели столько стоит независимость Украины от России в атомной отрасли? На этот вопрос должны найти ответ правоохранители. Тем временем объект, который уже обошелся государственному энергоатому в почти полтора миллиарда гривен, требует еще денег для завершения его строительства. В августе энергоатом объявил новый тендер на работы по завершению строительства на 650 миллионов гривен. Но это длительный процесс. Выходит, что и в этом году Украина продолжит платить России за вывоз украинских АЭС, отработавшего ядерного топлива, сотни миллионов долларов. На сегодня это все. С вами была программа «Схемы», совместный проект «Радио Свобода» и телеканал «ЮАПерший». Встретимся ровно через неделю. Удачи!